Приветствую, искатели! На связи Сергей Трошин. В этом видео покажу вам очень интересную книгу, которую вы сможете посмотреть прямо онлайн на сайте зарубежной библиотеки. В общем, датируется книга 1658 годом, но мы понимаем, что первая цифра это не 1000, а буква И, то есть, значит, 658 год. Ну, ладно, это как альтернативный взгляд. И, в общем, вот эти вот буквы переводятся как «История четвероногих бестий, гадов и насекомых». Вот, собственно, как эта книга здесь выглядит онлайн. Ссылочки я вам оставлю, тоже сможете полистать. Здесь она, не помню, то ли на латинском, то ли на итальянском, в общем, на каком-то нерусском языке. Здесь очень много интересных всяких зверушек. Сейчас я вам это очень наглядно покажу с примерами. И здесь можно, вот как видите, сразу перескакивать на любую страницу, какую захотите. Здесь 1130 страниц. Я думаю, смотреть будет вам интересно. Как видите, масштаб здесь тоже все можно менять. Ну, кому как нравится, кому как удобно. Конечно, чем больше масштаб, тем медленнее подгружается, но тем не менее. Итак, давайте-ка посмотрим, что же там все-таки есть. А удивитесь очень сильно. Вот смотрите. Во-первых, там есть единороги, вот какие-то лошади, какие-то вообще непонятные крылатые твари, собаки. Вполне, вот смотрите, не напоминает это вам кого? Сон Гоку? Китайский персонаж, король обезьян или Хануман? Вроде бы как, что ли обезьяна, то ли человек обезьяна, который из индийских вет помогал Рами. То есть, он из произведения, называемого Рамаяна. Часть индийских вет. Вот, пожалуйста, еще какая-то непонятная тварь. Ну, вот это вот, например. Скажите, ну, это все, Серега вообще поехал. Это же просто какая-то книжка детских сказок, наверное, или мифических существ. Вот они здесь перечисляют. Пожалуйста. Это же не единственный источник. Вот, смотрите, эта тварь здесь. Открываем одну из старых карт, которую я описывал вот в этом ролике. Так, где она у меня? И вот, смотрите. Это находимся мы сейчас на территории России, где-то вот в районе Байкала. Немножко увеличим. И что мы здесь с вами видим? Вот, смотрите, морда, значит, хвост, все как полагается, да? Похоже? Похоже. Ну, еще интересно, вот этот вот. То есть, это же что за... Какая половая принадлежность этого существа? То есть, очень много всяких существ. Единороги вас смущают, которые были до этого. Вот, пожалуйста, опять территория России чуть севернее. Вот единорог есть. Более того, тут вы же, наверное, смотрели уже это видео. Если нет, то посмотрите. Ссылочку я оставлю. Тут вводились, смотрите, какие-то непонятные бесы с перепончатыми крыльями. Какие-то то ли динозавры, то ли ящеры. Еще какие-то рогатые странные существа на красной территории. Это уже где-то в территории Монголии, Казахстана. И, в общем, если так изучать, там много чего интересного. И птицу руха есть, которая утаскивает с собой слонов. Это вот где-то уже здесь, на юге. И вот такие вот странные существа, русалки какие-то. Ну, ладно, про это потом. Мы сейчас будем рассматривать конкретно вот эту книгу. А вот это что за тварь? Смотрите, это вообще тут вроде две лапы каких-то, многоголовая. Так, это уже было. И параллельно идут какие-то вроде бы обычные, ну или не очень обычные бобры, медведи, какие-то быки. Поразительно. Какие-то странные крылатые змеи, как вот мы видим, причем совершенно разные. Вот их мы видим три вида и вот что-то подобное. Ну, это, конечно, змея какую-то летучую мышь, наверное, жрет, но любопытно. Опять единорог, уникорн. Не знаю, на каком уж это языке. Корн это кукуруза, например, переводится с английского. Так, пожалуйста. Ну, какая-то лошадь. Опять быки какие-то. Это типа барсука что-то. Еще какой-то непонятный зверек. Ну, тоже вполне как бы выглядит обычно. Опять еще какие-то разновидности быков. Еще какая-то корова со странными рогами. Вполне обычный бык, которых мы, по крайней мере, по Animal Planet видели, если даже у нас сейчас не водится. Ну, выводы вас сейчас очень сильно удивят, которым пришел я и некоторые другие люди, изучавшие эту книгу. Смотрите, таких зверей у нас сейчас с вами нету. Таких тоже. И даже вот такого верблюда нет. Ну, хорошо. Про эту верблюду еще могут сказать. Ну, нарисовались не теми пропорциями, а может быть, это просто вымерший вид верблюда. А может быть, все эти животные, которые здесь есть, просто вымерли. Мы видим обычные кошки и обычный какой-то заяц, кролик. Вот такого козла можно и сейчас встретить. Не помню, как называется. Альпийский, что ли, какой-то козел. Вот с такими интересными рогами. А вот, пожалуйста, какой-то олень. А вот это большерогий олень. Я тут кое-что подготовил, проверил. Так, не та папочка. Вот. Говорят, вымерший вид олени. Вот такой большерогий олень. Видите, у него какие рога. Где-то так изображается, где-то вот так. Так, смотрим вышивку. Здесь на вышивке что мы видим? Опять же, олень. И у него такие длинные рога. А он вымер очень-очень давно. Посмотрите, пожалуйста, сами в Википедии. И здесь опять же вот что-то такое, напоминающее. Вот другой вариант этих оленей тоже на вышивке тоже. Ну, вымерли, а это что? Значит, люди их как-то встречали, что ли? Вживую, значит? Любопытно. Здесь вот опять мы видим какое-то стилизованное изображение этих самых оленей. Любопытно. А вот еще наскальные рисунки этих большерогих оленей. Пожалуйста. Ученые их тоже нашли и занесли в энциклопедию. Говорят, это вымерший вид оленя был такой. А вот здесь в книжке старой 1658 года он тоже есть. И это не единственный вариант оленя с такими рогами. Был еще с другими. Это вот бобер какой-то очень агрессивный. Мишка. Вот такой интересный зверек. Типа песика какого-то. Коровки какие-то. Быки. Смотрите, слоны какие были в те времена. Несколько другие. Еще какие-то сурки. Или что это за зверек? Ежики. Козлы. Вот еще, пожалуйста, видите, немножко другие рога. Вот такие рога тоже у каких-то оленей есть. Что это? Просто вымершие животные? А что если перед нами не просто сборник каких-то мифов, легенд? Мы же здесь видимые животные, которые и сейчас есть. И которые вроде бы как мифические. Но тем не менее мы при этом видим еще подробнейшее описание этих самых животных. И вот таких животных находят почему-то ученые. Вот это Баас здесь написано. Это значит Лондон. 1658 год. Вот жрет человека. Да невозможно. Придумали. Ну, во-первых, посмотрите сейчас копейки. Если вы находитесь в России. 50-копеечную монету, 10-копеечную. И посмотрите, Георгий попадоносец. Кого там копьем-то сражает? Я подготовился. Сейчас покажу ей эту зверюгу. Не помню, как она называется. Титана Боа, кажется. Смотрите, вот змеюка. Сделали ее в натуральную величину. Она около метра в диаметре. Вот как она выглядит. Вот, пожалуйста, человек. А вот это Титана Боа. Она здесь жрет, смотрите, крокодила. Вот. Здесь видно, даже хвост торчит. Вот здесь человек. И здесь опять точно так же. Так все-таки это энциклопедия какая-то древняя? Или вымыслы? Ученые подтверждают, что да, такие зверюги вроде как были. И динозавры были. И получается, что и вот такие могли быть. К тому же, если опять мы вернемся с вами вот к этой карте, мы здесь еще таких зверюг найдем. Там, блин, вообще невероятно. Смотрите. Тут очень долго грузится, поэтому сейчас все показывать не буду. Но просто любопытно. Тут и всякие птицы, динозавры, драконы. Смотрите. Кентавры. Какие-то ящеры какие-то, обезьяны. Про обезьян, кстати, вернемся, сейчас еще изучим. Кто же такие тартары, тартарии. И что же за обезьяны? И вот тоже мы здесь видим и вполне обычные зверюшки вроде бы как. Какие-то там зайцы-людоеды. Драмодеры. Ой, даже не драмодер, смотрите. Это, возможно, для нашей этот, как его, динозавр. Ну, понятно, да? Едем дальше. Смотрите. Вот львы. Не совсем типичный для нас. Правильно? Вот. Что-то я таких не припоминаю. Но, тем не менее, если мы сейчас копнем чуть глубже, полно видов тигров и львов, которые уже вымерли. Причем вымерли в течение 20 века. А вот это что за мутантик? Чеширский кот, что ли? Тут где-то даже была фотография. Сейчас посмотрим. Или вот много рассказов о том, что какие-то гигантские змеи, крабы или какие-то другие существа уничтожали корабли. Думаете, это просто мифы? А что, если нет? А что, если они действительно были и были совсем недавно? Также на очень большом количестве карт нарисованы те же самые зверюшки. Пожалуйста, единорог. Вот они здесь, единороги. Сейчас на другой карте я вам показывал. Вот эта странная для нашей зверюшка. Вот тоже. Причем они водились в Антарктиде. И нельзя сказать, что единорог это то же самое, что просто перепутанный, как его, блин, тоже с рогом носорог. Нет, пожалуйста, видите, здесь еще и носорог есть, и какой-то лев, и единорог. То есть люди понимали отличия. Так, здесь просто более увеличенные эти зверюшки. Вот какие-то обезьянки, опять же хануманы всякие. Смотрите, сколько видов обезьян, которых мы сейчас с вами не знаем. А вот эту стоит рассмотреть поглубже. Мы сейчас еще посмотрим. Это тартария, тартары. Вот, смотрите, грант тартария. Все слышали, наверное, все знают. А вот в этой книге говорится, вот видите, о тартарине. То есть, ну и какая-то обезьяна нарисована. Здесь описывается, соответственно. Можете сами прочитать, изучить. Страница 10, судя вот по этому обозначению. А что если слово тартары, это и есть обозначение обезьян? Нам кто-то объясняет, что нет, тартары, это понимаете, там бог Тарха, сестра его Тара. Вот они поэтому все тартары. Кто-то говорит, ну там в тартарары это типа ад, какое-то чистилище или еще что-то. Или какие-то другие вариации. А что если тартары, да, это все как раз из того, что обезьяны. То есть, либо там жили реально какие-то обезьяны. Сейчас я даже покажу. Опять тот же Хануманчик, да. Вот, смотрите, например, Хануман индийский. Сонгоку китайский. Слышали? Много таких историй, да. Что если эти все персонажи в действительности были, и либо они здесь жили, либо другой вариант, что здесь жили, ну так называемые гоминиды. То есть, мы с вами, либо какие-то антропоморфные существа, или вот просто даже приматы. Обезьяны по-другому, правильно? Все приматы это обезьяны. Так вот, значит, какие-то другие существа, например, рептилоиды какие-нибудь, анунаки, могли, завидев нас, называть нас обезьянами, мартышками или еще кем-то, правильно? Их, дескать, они там все на одно лицо, как мы сейчас про китайцев говорим, а они все одинаковые. Они, кстати, про нас вроде точно так же говорят. То есть, это другая форма жизни, ну, не млекопитающая. Вполне может быть. Поэтому вопрос Тартарии, по крайней мере, название я оставляю открытым. К тому же, такой знаменитый исследователь из Британии, из Соединенного Королевства, объявляет, что ихняя королева, точнее, их королева, кому-то вот слух режет, когда я говорю ихни, хотя я считаю, что это правильно, их королева, он называет ее королевой ящерицей. Дескать, они там все рептилоиды. И, судя по картам, вот мы видим Европа, это не Тартария, хотя здесь, да, частично была Московская Тартария, еще какая-то Тартария, несколько Тартарий, ну, в разные периоды времени, судя по старым картам. Но Европу захватили, допустим, рептилоиды, действительно, какие-нибудь королевы ящерицы, это вот их потомки. А вот здесь вот жили так называемые обезьяны, то есть, ну, человеки, люди, называйте как хотите, хомо-сапиенсы. И, возможно, вот эти ребята, рептилоиды, их даже употребляли в пищу. Посмотрите видео, хомо-сапиенс, раб, питательный. Про это очень много есть доказательств, что с латыни это можно переводить не только как человек разумный, но и как раб. Питательный. А вот, пожалуйста, Чеширский код существует, вот, интересно, да? Кстати, на Николая Второго похож. Вам так не кажется? Или вот, пожалуйста, Грифон на карте Тартарии. Ой, на карте, говорю, на флаге Тартарии. А если вы посмотрите еще на герб Казани, там точно такой же вот персонажик присутствует. Хануман, Сонгоку. Смотрите, каких-то пчел, каких-то насекомых крылатых тут полно. Вот опять же Тартария. Мы видим флаг и сова еще. То есть, это имперский флаг, а это просто тартарийский. Вот такая интересная ящерица. И что написано? Дрэгон. То есть, дракон. Какой-то винджет драгон. Интересно. А вот, кстати, кого он здесь рожает? Дракона, правильно? То есть, видать, они все-таки были на самом деле. И были совсем недавно. Мы ничего с вами не знаем. Вот опять же, на этих картах тоже все это видно. Так, и пошло все сначала. К чему я все это вам рассказываю? Очень полезная информация. Стоило бы об этом задуматься. А что если такими же темпами у нас продолжат вымирать виды? И даже те животные, те зверюшки, к которым мы сейчас с вами привыкли, которых пишут в энциклопедиях, как в детских, так и в общеобразовательных. Так, снимают фильмы. И потом, через ближайшие лет, так 50-100, они вымрут. Про них все забудут. Их уже в живых никто не видел. Фотография не сохранилась. И где-то всплывет вот такая вот тоже книжечка, энциклопедия. С перечислением и описанием этих зверюшек. А текста, как видите, там много. 1130 страниц. И они будут говорить, вот чуды наши предки были. Во, выдумывали ерунду всякую. Согласитесь, такое же возможно. Ну, хотя бы чисто гипотетически. Я ни на что не претендую. Информация интересная. Я бы даже сказал, сногсшибательная. Но факт остается фактом. Только за 20 век вымерло такое количество животных, что если вы поинтересуетесь, вы просто очень сильно удивитесь. А что вы думаете по этому поводу, друзья? Были ли вот такие существа на самом деле? Или это просто все фантазии? И станут ли фантазии записывать в официальной энциклопедии, где присутствуют и другие животные, их жизнеописание? При этом исследования современных археологов, палеонтологов доказывают, что такие существа существовали. Мифы и легенды тоже доказывают. Старые карты, книги, гравюры, картины тоже доказывают. Так может быть, все-таки что-то в этом есть? И чего-то нам не договаривают? Либо мы чего-то не знаем? Либо чего-то не видим? А если вот повстречать такую зверюгу? Сейчас, может, мы и не повстречаем. Хотя, кто знает, может быть, есть какие-то соседние земли, неизвестные нам материки, параллельные измерения или еще что-то. Кто говорит, земля полая, выпуклая, плоская, сотовая и так далее. И где-то рядом с нами живут вот такие зверюги. Вот такие необычные львы, вот такие чеширские коты. И все вот эти истории про Алису в стране чудес, где Иван Дурак проваливается в колодец, оказывается в другом каком-то мире, за 3-9 земель в 3-9 царстве, где вот такие зверюги, страшные змеи топят корабли. Может быть, это все правда? Но выводы делайте сами. Я ни на что не настаиваю. А на этом сегодня все. За предоставленную информацию и исследование благодарим Вячеславу Котлерова и его соратников, которые перевели первую страницу книги, чтобы мы понимали, что это история четвероногих бестий, гадов и насекомых. Мне кажется, очень хорошая информация, и стоит над этим подумать посерьезнее. А что думаете по этому поводу лично вы? Пишите в комментарии, присылайте свои ссылки на дополнительные источники, пишите свою аргументацию, если вы не согласны с предложенной информацией в ролике. А на сегодня это все. И помните, никому не верьте на слово, проверяйте все сами. Пока!